Семьям погибших горняков будет оказана всеобъемлющая помощь, заявили в правительстве. Это покупка жилья для семьи за счет средств компании, единовременное возмещение морального вреда в размере 10 годовых заработных плат, ежемесячная страховая выплата лицам, находившихся на иждивении до достижения 18 лет, до 23 лет при обучении в УЗИ и многое другое. Помогут и в погашении кредитов, с жильем покроют затраты на похороны и так далее. Напомним, 28 октября произошел взрыв на шахте имени Костенко в Харагандинской области. Аварийно-спасательные работы проводились непрерывно. На поверхность извлекли 45 погибших шахтеров. По информации местных СМИ, под утро 30 октября найдено тело последнего 46-го погибшего шахтера. Президент, вылетевший на место трагедии, высказал соболезнования родным и близким шахтеров. Навестил пострадавших и премьер-министр. Точные причины аварии расследуются и будут озвучены позже. Все виды выплат и из государственных организаций, и от предприятий Арселор Миттл, они будут выполнены в полном объеме. При этом не должны переживать члены семей, что со сменой инвестора или со сменой руководства Арселора, что условия коллективного договора не будут выполняться, не должны. Потому что новое руководство будет выполнять эти обязательства в полном объеме. Индивидуальный подоходный налог и корпоративный подоходный налог повысят. Глава Министерства нациэкономики Алибекуантеров рассказал в Сенате, что в проекте нового налогового кодекса планируется ввести НДС, а также введение налога на роскошь. Для физлиц рассматривается сейчас возможность внедрения прогрессивного ЭПН. Также поднимется и КПН. Богатых попросят поделиться. Министр национальной экономики Алибекуантеров рассказал, какое именно имущество будет облагаться налогом на роскошь. К ним относятся дорогостоящие транспортные средства, летательные аппараты, находящиеся в частной собственности, дорогостоящие объекты недвижимости. Также повысят НДС. Журналисты поинтересовались у министра, не подстегнет ли это инфляцию. Ведь, как правило, когда государство пытается увеличить налоговую нагрузку, бизнес, чтобы это компенсировать, увеличивает цены. Люди и компании не новая нефть. Не стоит искать источники дохода в бюджетах в карманах собственных граждан, полагают независимые экономисты. Но у министра своя точка зрения на этот счет. Достанется не только богачам. НДС заложен в каждый товар и зачастую не по разу. Определенное инфляционное давление мы ожидаем, я как уже сказал, в пределах одного процентного пункта, причем это будет разовое, начиная с 2025 года. НДС у нас налог системообразующий, который должен принести доход в бюджет годовой до 2,5 трлн. тенге. Это равнозначно или даже выше трансфертов из нацфонда. Мы должны уменьшить. Кроме того, больше налогов станут платить казахстанцы с доходом более 40 млн. тенге. Если человек получает 50 млн. тенге в год, то с 10 млн. он уже будет платить 15%. Просто население не заденет, это заденет только определенный бизнес. Например, финансовый сектор, это заденет недропользователей и, конечно же, игорный бизнес, который имеет сверхприбыли. По мнению независимых экономистов, власти не хотят повышать налогооблагаемую базу, то есть открывать рабочие места. Им проще повысить налоги на уже добросовестный бизнес. Но это не популярная мера и вряд ли она понравится бизнесу. Власти хотят поднять налог на недвижимость, на доходы, на акции и НДС. Но при этом власти не выводят из тени бизнес, который уклоняется от уплаты налогов. Возможно, из-за повышения налогов часть бизнеса тоже уйдет в тень. Снова пострадает средний класс, который является стержнем экономики. Достанется и малому, и среднему бизнесу. Хотя президент страны предупреждал, чтобы налоги на роскошь не касались этой категории. Боуржанше Ахмед Ахмедяр Ильязов, столичное бюро, ТДК-42. Считаем необходимым разработать и утвердить стратегию развития строительной отрасли. Такое заявление в своем ДЕП-запросе сделал сенатор Макижанов. По его словам, госпрограмма не в состоянии обеспечить всех нуждающихся в жилье. Подавляющее большинство казахстанцев не в состоянии покупать жилье даже в ипотеку, а аренда становится недоступной. Все программы сокращаются, и доступность к финансовым средствам у людей, конечно, ухудшается, полагает сенатор. Категории нуждающихся людей разные. Есть многодетные, сироты, люди, проживающие в сельской местности, которые хотят переехать, жить и работать в городах. И мы не имеем права запрещать им это делать. Инфляция съедает большую часть заработка казахстанцев, и у многих не получается сделать сбережения. Бюджетникам, льготникам, многодетным матерям, военным, ветеранам государства разработал госпрограммы по обеспечению жильем, но очередь на жилье по госпрограммам остается длинной. Госпрограммы не в состоянии обеспечить всех нуждающихся в жилье, полагает сенатор. Вердикт специалистов однозначен. Подавляющее большинство казахстанцев не в состоянии покупать жилье даже в ипотеку, а аренда становится недоступной. Кроме того, прогнозы на 23-й год для жилищного рынка Астаны и Алматы остаются преимущественно негативными. Инвалиды первой и второй группы, кондации, то есть охвачены далеко не все свои населения. Граждане, не попадающие в эти категории, вынуждены десятилетиями копить средства на собственное жилье. По данным уполномоченных государственных органов, среднемесячная заработная плата по итогам второго квартала текущего года составила 365 тысяч тенге. В то же время стоимость жилья на рынке установилась около 500 тысяч тенге за квадратный метр. Эту разницу сегодня трудно восполнить даже стабильно работающему среднестатистическому гражданину. При этом на сегодня почти четверть населения страны нуждается в улучшении жилищных условий, из которых более 600 тысяч граждан, это состоящие в очереди на получение государственных жилья. Рождаемость в Казахстане также увеличивается. Постоянно усиливаются миграционные потоки в мегаполисы, поэтому рынок и дальше останется перегретым, полагают экономисты. По данным экспертов, большинство материалов приобретаются в России, поэтому возведение зданий стремительно дорожает. При этом в улучшении своих жилищных условий нуждаются почти 3 миллиона казахстанцев. Однако на деле квартирный вопрос беспокоит куда больше граждан нашей страны. Одни снимают квартиры, другие ютятся у родственников. Накопить в наши дни на квартиру молодой семье практически нереально. Квадратный метр в столице золотой, почти тысячу долларов. Цены на жилье у нас сопоставимы с ценами в некоторых европейских странах. И еще квартиры продаются в основном черновые, поэтому гражданам придется выложить еще несколько тысяч долларов. Как считают аналитики, ситуацию может исправить ипотека со справедливыми условиями. Однако сейчас средние процентные ставки по ипотечным займам в Казахстане являются одними из самых высоких в мире. А многие льготные жилищные программы по разным причинам оказываются недоступны для большей части населения страны. Все мы знаем, что не имеющие своего жилья граждане вынуждены арендовать жилье. Только за прошлый год стоимость аренды жилья выросла более чем на 30%. К примеру, средняя стоимость аренды жилья в Алматы за квадратный метр составляет около 5 тысяч тенге. То есть цена аренды квартиры площадью 40 квадратных метров составляет около 200 тысяч тенге. Это очень высокая стоимость, которая также приводит к закредитованности населения. Резюмируя запрос, депутат добавил, считаем необходимым разработать и утвердить стратегию развития строительной отрасли. Действительно, если бы в Казахстане была ипотека, как в Европе, под 1%, то строительная отрасль могла бы стать локомотивом экономики Казахстана и произвела бы мультипликативный эффект. Ведь пойдет развитие смежных отраслей, потому что новые квартиры нужно будет обставлять мебелью, а на окна вешать занавески, полагают экономисты. Бауржанше Ахмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Вопрос аварийного и ветхого жилья не теряет своей актуальности по всей стране. Большинство граждан не способны купить новые квартиры, при этом и старые отремонтировать не в силах. В подобной ситуации оказались жители Уральска, которые обратились в нашу редакцию с рядом проблем. Последней каплей для жильцов ветхого дома стало отключение здания от электричества на неопределенный срок. Наши корреспонденты разбирались в ситуации. Света нет. Уже третий раз, по-моему, как я здесь живу, третий раз не кричаю. И ничего, никаких уведомлений, ничего не говорят. Просто отключили и все. Люди этого общежития уже несколько лет сталкиваются с проблемами здания. Но последние пять дней оказались настоящим испытанием. Они вынуждены мириться с отключением электричества. На данный момент состояние этого здания оставляет желать лучшего. Алия Кожетова, жительница дома, расположенного по адресу проспект Абулха-Ирхана, 6, рассказала о непростой ситуации. Ранее у нас была общая линия электросети с частной организацией. Но внезапно это предприятие отсоединилось от нас без предупреждения. Мы остались без света и были вынуждены искать помощь у другой организации. Попросили, пошли. Рядом находится хаулет. Попросили начальника. Он нас подключил, взял под свое крыло. Но теперь какое-то время проходит месяц. Он теперь тоже не соглашается и говорит, я вас тоже отключу. Потому что в данный момент идет разница, что с него разницу не удерживает Батыс энергоресурс. В западно-казахстанской распределительной электросетевой компании сообщили, что организация должна была уведомить жильцов заранее об отключении электричества. По моей информации в данный момент вот это ДСУ было, раньше ДСУ дорожно-строительное управление было, при нем было общежитие. Они были запитаны с РУ с распреду срочной счета 0,4 кВт с этого ДСУ на общежитие. Сейчас это в частные руки отдали. Он их отключил. Хотя он должен был их предупредить, сказать, договориться с нашим департаментом по контролю учета электроэнергии, чтобы они заключили договор, взяли технические условия, дал время. Потом бы наш департамент сделал бы им перерасчет. Однако, проблемы этого дома не ограничиваются только отсутствием электричества. Жильцы также вынуждены жить в ужасных условиях. Стены дома покрыты трещинами, а крыша протекает. По всему двору разбросан мусор, который неконтролируемо накапливается, что делает жизнь в этом доме настоящим испытанием, говорят жильцы. Трещины идут, с крыши текет, все у нас получается. На третьем этаже у нас, когда дождики идут или еще что-то, у нас прям оно все льется до первого этажа. Люди, у кого-то потолки, у кого-то натяжные потолки, они подставляют, там, сливают и обратно так дальше продолжаем жить. По словам заведующего сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в городе насчитывается 1254 многоквартирных жилых дома. Из них более 800 имеют организованную форму управления. Однако, более чем 300 домов считаются бесхозными, 54 дома в городе признаны аварийными, а ветхих домов насчитывается 311. Для удобства ремонта нуждающихся в реконструкции домов существуют госпрограммы. «Благодаря реализации программы люди могут улучшить свое жилищное положение. В настоящее время в городе ведется работа через управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области. Оператором программы является местная компания, которая может провести совещание с собственниками жилья о том, какие документы должны быть поданы, если требуется разъяснительная работа по программе». Специалисты отметили, что благодаря программе «Модернизация ЖКХ жители проблемных домов могут отремонтировать свое здание сразу, а деньги выплачивать частями несколько последующих лет». Амина Махсотова, Марлен Яскальев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42. Предприниматели Уральска, чьи объекты расположены вдоль ремонтируемой дороги по улице Шолхов, заявили о проблемах по развитию собственного дела. Бизнесмены говорят, что ремонт дорожного полотна доставляет им массу неудобств и ведет к сокращению клиентской базы. Ответы на свой вопрос они искали на встрече с заместителем Акима города Уральск Жандосом Дусингалеевым. Наши корреспонденты с подробностями. Ремонт дорог по улице Шолохова идет полным ходом. Большая часть работ уже выполнена. При этом строительство полотна, которое не ремонтировалось с 70-х годов XX века, принесло в первую очередь немалые проблемы представителям бизнеса. Заместитель Акима города Жандос Дусингалеев рассказывает, что несмотря на все трудности, руководство города приложило все усилия для того, чтобы предприниматели могли беспрепятственно продолжать свою деятельность. Но с началом дождей возникли определенные проблемы для бизнес-субъектов. Всему виной водоотводов. Как вы заметили, дорога находится уже выше, чем по сравнению с прошлым полотном. И возникает вопрос вода вводит по бокам перед стоять перед бизнес-объектами соответственно нет водоотводов. У этих же предпринимателей точно у вас нет водоотводов. Ладно, если там у вас асфальт лежит, понятно, вода потом идет, высохнет, но если там асфальта нету, бурщатки нету, везде просто грязь, будут вынос грязь на новый асфальт вашей. Если одни представители бизнеса самостоятельно стилят асфальт перед своими объектами, то другие отказываются. Ведь изначально старый асфальт они укладывали за свой счет. Сейчас сделали съезд, как вы говорили. Теперь получается перепад между нашей поверхностью, которая перед боксами, и съездом где-то от 40 сантиметров и выше. Там лежал наш асфальт. Мы его сами ложили за свой счет в свое время. Теперь асфальт разрушен, подъехать невозможно. Люди все лето находятся в таком состоянии, что работать невозможно. и мало того, что нам парковку уменьшили, так теперь еще и оказываются сделать нормальный подъезд к боксам. Там у нас три бокса. Сосед Лобанов у него тоже сам. Подъезд к магазину, к боксу. Ничего этого нет. И как вы видите, на улице уже снег выпал, дождь. И мы фактически уже в зиму находимся в таком подвешенном состоянии. И по поводу орычной системы мне тоже непонятно. Это мы должны делать, что ли? Конечно. Мы, во-первых, не специалисты. Это раз. Мы без понятия, как ее делать, куда ее отводить. Представители ЖКХ отвечают, что перепад между земельным участком и дорогой предприниматели должны выровнять сами, так как это в компетенцию подрядчика не входит. Подрядная компания выезжала на место, абсолютно это место. Здесь у нас идет перепад между земельным участком, прилегающим земельным участком бизнес-объекта и дороги. Значит, одна, здесь надо немного его снимать, получается, в вашем случае, снимать слой и уже подравнивать под дорогу. Другого варианта у нас нет, это территория бизнеса. Данный отрезок у нас в проект не входит. Да, в рамках реализации проекта вот этот асфальт был троган подрядной компанией, но его восстановление, то, что находится за чертой проекта, мы не можем, в данном случае бизнес-объекты должны предстоит. Руководство медицинского центра, находящегося вдоль дороги по улице Шолохова, также жалуются на дождевые воды, которые скапливаются на их территории. Были дожди там день, полтора дня. До этого мы сталкивались с тем, что вода дождевая скапливалась на территории медицинского центра в связи с тем, что сливная система просто не работает. Вы наверняка знаете об этом, о том, что ее просто перекрыли в определенном месте и ей некуда стекать. Даже если есть эта система, она не может работать, она заполняется, дальше в воде некуда идти. Заместитель Акима города пообещал, что данный вопрос должен решиться в ближайшее время. Через государственную комиссию вот этот вопрос мы рассматривали. В ноябре месяце до 15 мы туда поедем, месяц через будем рассматривать варианты искать, как будем отравить воду. Я об этом узнаю. Хорошо, что это стоит. Обязательно. Напомним, ремонт дороги по улице Шолохова начался в мае текущего года, на реализацию которого было выделено 4 миллиарда 200 миллионов тенге за счет инвестиционных средств компании КПО БиВи. Дана Киримбаева и Була Джекапара Александр Крабарев Телеканал ТДК 42. В Уральске. 143 исторических памятника 30 из них республиканского значения 2111 местного значения, которые внесены в государственный список и взяты под охрану. По области в общенациональный список сакральных объектов Казахстана включены 9 объектов. Городище Жаик, музей заповедник Ханур-Дасе, комплекс курганов Таксай, мавзолей Жумагазе Хазрет Дадемата, мавзолей Гумар-Караш, мавзолей Даулет-Керей, Алла-Шорда-Музей, комплекс курганов Сегиссай и Каракоба. Уральск на сегодняшний день является единственным городом Казахстана, в котором разработан историко-архитектурный опорный план города. В текущем году проводятся научно-реставрационные работы нескольких исторических зданий. Средства на это были выделены из республиканского бюджета. На ремонт бывшего дома-купца Карева, ныне областной филармонии имени Кормангалиева и бывшего воинского хозяйственного управления, ныне детской и юношеской библиотеки имени Есенжанова, предусмотрено 252 миллиона тенге. Средства выделены из республиканского бюджета. Работа по реставрации этих зданий продолжится в следующем году. Также 170 миллионов тенге было выделено на здание больницы амбулатории в составе музея-заповедника Ханур-Досе и дом государственного и общественного деятеля Разбаевой. Также представитель управления культуры отметил, что в последнее время выявляются факты установки незаконных монументальных сооружений, в которых не раскрывается историко-архитектурный облик установленных памятников, не совпадает композиционно-пропорциональные размеры. Такие нарушения обязана выявлять специально созданная комиссия. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Продолжение следует...